Дорогие коллеги, уважаемые спикеры, я очень рад, что вы все присоединились к нашей образовательной программе. Вы хорошо знаете, что начиная с прошлого года в России стартовал проект по непрерывному медицинскому образованию, и наше мероприятие аккредитовано в рамках этого проекта. В этом году проект будет продолжен, и я думаю, что те знания, которые вы получили здесь, они пригодятся вам и для вашей профессиональной деятельности, и помогут при прохождении сертификации и последующем аккредитации. Я должен сказать, что, конечно, у нас этот год, год борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в 2014 году были достигнуты большие успехи в снижении сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в Российской Федерации. За последние годы смертность снизилась на 25%. Это, безусловно, результат тех усилий, которые государство предпринимает в этом направлении по созданию новых центров, созданию сети помощи больным с острым коронарным синдромом. Но задача на этот год стоит не столько в оптимизации самой сети медицинских учреждений, сколько в перенесении акцентов на профилактику, на первичную сеть на врачей общей практики, врачей-терапевтов и развитие системы реабилитации. Я думаю, что 2015 год должен стать решающим в том, чтобы мы выстроили всю систему от диагностики до лечения и реабилитации пациентов с серьезными тяжелыми заболеваниями сердца и сосудов. Я очень благодарен профессору Мишелю Камажда, бывший президент Европейского общества кардиологов, который был инициатором создания такого форума. И мне кажется, практика показывает, что работа нашего форума успешна, пользуется авторитетом. Я хотел бы от вашей имени, от нашей имени поблагодарить его персонально за поддержку российской кардиологии, российских ученых и российских врачей. Мишель, thank you very much. Мы в этом году немножко изменили нашу программу и наряду с клиническими разборами решили, что было бы, наверное, правильным по опыту Конгресса в Барселоне каждый день делать такую короткую сессию, где будут представлены в таком варианте дайджеста актуальные вопросы кардиологии. У нас сегодня такая будет сессия и такая же сессия будет завтра. И я так анонсирую для вас, что это в течение короткого времени мы действительно получим выжимку из того нового, что сегодня есть в мировом научном пространстве по отношению к вопросам лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сегодня это будут сердечные недостаточности, интервенционные вмешательства, артериальная гипертензия, атеросклероз и вопросы метаболического синдрома, как состояние, которое находится в таком междисциплинарном русле. И я с удовольствием открываю сегодняшнюю сессию лекции Мишеля Камажда «Сердечная недостаточность». Мишель, welcome. Дорогие коллеги и друзья, представители Российского кардиологического общества, как я вчера сказала, мне всегда особенно приятно находиться с вами и работать вместе с профессором Шлифтург и представителями, коллегами по Российскому кардиологическому обществу. Становятся уже добрые традиции проводить совместные встречи. И я надеюсь, что у нас будет еще много подобных встреч, и вам будет приятно участие европейских докладчиков в этом образовательном форуме, который имеет очень высокий рейтинг. И еще 20 минут я посвящу освещению самых важных моментов, которые были представлены в Барселоне. Начну с лекарственной терапии. Одно из самых важных достижений, представленных в Барселоне, это прежде всего паратигма лечения сердечной недостатки с низкой фракцией выброса. Новое средство называется LC-ZOP, Novartis. Это сложная молекула, которая имеет двойной механизм действия. С одной стороны, это ангиотензин, блокатор ангиотензин рецепторов, с другой стороны, это блокатор энзима, фермента, который называется непрелизин. Что такое непрелизин и о чем тут речь? Это фермент, который разлагает БНП, то есть мозговые натриотерические пептиды, формирует такую петлю и делает МНП неактивным. Это сложная молекула. С одной стороны, имеет действие НРП, с другой стороны, он блокирует деградацию. Если мы сможем блокировать деградацию МНП, то мы можем вызвать вазодилатацию, улучшение функций и улучшение симпатической ренино-интензивной активности. Таким образом, можем помочь в лечении сердечной недостаточности. Так вот, что мы имеем в виду? Прежде всего, это период входа, когда все пациенты получают дважды в день по 10 мг НЛАПРИЛ, а затем наступает период, когда мы вводим новые средства. У пожилых пациентов 100 мг дважды в день или 200 г два раза в неделю для более молодых пациентов. И вместе с 20 мг сравнивают с применением 20 г НЛАПРИЛ два раза в день. То есть, мы стараемся заменить терапию, первую линию терапии. Это, конечно, достаточно рисковое мероприятие. Какие вы, каковы же критерии включения? Это, прежде всего, сердечная недостаточность 2-4 класса, выбросы левожелудка меньше 40 градусов, то есть около 45. 35 МНП более 100 при госпитализации в течение 12 месяцев, в течение года было. И очень важно отметить, что подобные пациенты должны быть пролечены в соответствии с современными рекомендациями, включая МП-ингибиторами в достаточных дозах и в применении бета-блокаторов, если только нет непереносимости. Первое, первичный и конечный пункт, это, прежде всего, снижение сердечно-сосудистой смертности. И расчеты были произведены. Данные по мониторингу рассматривали, существуют ли какие-либо преимущества нового средства, что же должно было быть сделано в стилинговый комитет. Прекратите исследование преждевременно ввиду полученных результатов положительных по этическим причинам. Вот это исследуемая популяция, возраст в районе 64, как обычно, лишь незначительная часть женщин участвовали, большинство пациентов с ИПС и подлежащие СН низкой фракции выбраться, от 30%. Большинство 2-го, 3-го класса, незначительная пропорция 4-й функциональный класс, увеличение N-терминального BNP или BNP, у 1600, например, их лечит, соответственно, современными рекомендациями. 90% получали бета-блокаторы, 55% спиронолактон, и у некоторых числа из них ИКД или ресинхронизация была проведена. Видите, значительное снижение на 30% частоты составной конечной точки. Это смерть, госпитализация по поводу СН. Вы видите, это очень значительное снижение, конечно. А вот это именно тот критерий, по которому наблюдательный комитет принял решение о завершении исследования, поскольку получили 30% снижение риска сердечной смертности. Это не часто встречается в таких исследованиях, снижение на 16% смертности от всех причин. В конечном итоге, а это очень дорогая часть лечения сердечной недостаточности, госпитализации по поводу сердечной недостаточности сокращены также на 21%. Это тоже очень важный результат. Другими словами, все конечные точки в исследовании парадигма получили, так сказать, положительное заключение. Все они превосходили по всем этим точкам новый препарат превосходил энолаприл. Что касается параметров безопасности, большее число эпизодов гипотензии отмечалось, и это достаточно неожиданно. Если вы сохраните БНП высоким, это сосудорасширяющие свойства, и, конечно, увеличение натрия, фороситикалия, и ухудшение лечит почечной функции. Прекращение приема в связи с побочными эффектами более редко отмечалось в исследуемой группе, чем в группе энолаприла. Один момент, который оказался очень важным, подвергся критикам, большее число эпизодов ангиоэдемы в группе лечения новым препаратом алсизии, но это число незначительное, и, к счастью, к сожалению, к счастью, не было повышенного числа эпизодов нарушения дыхания, ведущих к интубации. Это значительно лучше безопасность по поводу гиперкалиемии, большее число эпизодов гипотензии, не приведшее к большему числу отказа от лечения, и большее число ангиоэдема. То есть, когда мы начнем применять этот препарат широко в практике, мы увидим большее число случаев ангиоэдема. Это единственное. Вот. Конечно, разноагентство отслеживает подобные результаты, и поэтому новый препарат вскоре заменит ингибиторы АПФ в качестве препаратов первой линии. Теперь смотрите СН и несколько фракций выброса. Да, препарат будет показан. Фармак экономические показатели, все зависит от регуляторов. Я надеюсь, что Навартис будет резонен, разумен в вопросах прессинга, ценообразования на этот препарат. Еще вопрос. Связаны ли преимущества с действием на натриуретические активы? Конечно, с учетом факта того, что исследование дало очень хорошие результаты, какова же роль новых препаратов в лечении эссенс сохранной фракции выброса. Вчера лекция я упомянул, что мы только что начали крупномасштабное исследование, поэтому показания, исследования параган. не конечно мы выясним, каково же место этого препарата в лечении остросердечной недостаточно, поскольку у нас пока очень мало данных. Наконец, в этом году мы получим результаты еще одного исследования исходов у пациентов с низкой фракцией выброса СН, где используется прямой ингибитор, исследование атмосферы, арнии ингибитора. На самом деле там две стратегии исследуются, потому что препарат в группе контроля будет НЛАПРЕЛ. В любом случае я считаю, что этот препарат сделал менее революцию. Вот почему я так настаивала на проведении этого исследования, поскольку насколько мне известно, мы добавляем препараты сначала ингибитор АПВ, бета-блокатора, БАР, АРА и таксартаны, и в данном случае мы заменим скорее всего ингибитор АПФ, а не добавим новый препарат к ингибиторам. Еще важный мета-анализ представлен в Барселоне связан с эффективностью бета-блокаторов у пациентов с ССН с низкой фракцией выброса, но у пациентов одновременно с фибуляцией предсердия. И вот здесь мета-анализ данных индивидуальных пациентов. Мы знаем, что бета-блокаторы эффективны у пациентов с ССН и низкой фракцией выброса в целом, но в этом это мета-анализы. Основной фокус сделан на пациентах, у которых есть предсердная фибрилляция. И как вы видите, преимущества в основном фокусируются у пациентов с сохранным синусовым ритмом, а не у пациентов с фибрилляцией предсердия. Это второй мета-анализ, опубликовавший доп. результаты или подрезультаты. вот здесь данные представлены для бета-блокаторов пациентов с СН и низкой фракцией выброса. И эти преимущества не установлены для пациентов с фибрилляцией предсердия. Еще одно исследование доказательства концепции представленное в Барселоме Confirm Heart Failure. Здесь тестировали преимущества оксимальтозы железной у пациентов с сердечной недостаточностью и дефицитом железа. И здесь показано изменение в тесте 6-минутной ходьбы на 24-й неделе. Это у тех, кто получал железную карбоксимальтозу и значительное увеличение толерантности к нагрузке по сравнению с контрольной группой. Это не новость, конечно, но подтверждено под группой пациентов с сердечной недостаточностью с дефицитом железа. Интересный момент, тем не менее, это тот факт, что вторичная конечная точка. первая госпитализация по поводу СН. И вы видите, здесь значительное снижение частоты госпитализации у пациентов, получающих карбоксимальтозу железа. Конечно, это не масштабное исследование, но результаты его очень интересны. И эти результаты должны быть подтверждены в более крупных исследованиях клинических исходов. Я еще хочу упомянуть два исследования по стимуляции вагуса блаждающего нерва. Результаты представлены были в Барселоне. В первую очередь, это три продолжающихся исследований, применения новой техники пациентов с ССН. Вот они перечислены здесь на слайде все эти ислодные. видите, что дизайн и число пациентов включенных в эти исследования разнятся. Нектар и антем маленькие и крупные исследования и новой. И дизайн разное. Нектар двойное слепое рандомизирование, открытое рандомизирование, антем не рандомизирование в одном одностороннем, то есть в одной группе. Первичная конечная точка в нектаре изменения систолического диаметра от исходного размера смертность и новой. В основном клинические исходы, госпитализация по поводу ССН, смертность по всем причинам и антем также изменения размеров левого желудочка. И вы видите продолжительность периода наблюдения также разная. В этих трех исследованиях только в средине видите длительный период наблюдения 4,5 года, а два остальных короткий период наблюдения. В первую очередь антем первичная конечная точка незначительное увеличение фракции выброса в общей популяции пациентов и правая и левая группа стимуляции. Если посмотреть на первичные исходы, то увидите, что там незначительное улучшение. Нам нужно с осторожностью интерпретировать такие результаты. хотел, чтобы вы увидели, это не техника будущего, имея в виду шестимесячный период наблюдения. Может, этого недостаточно, но, тем не менее, результаты были отрицательными по первичной точке через 6 месяцев наблюдения. Второе, исследуя нектар, изменение конечностолического диаметра или размера левожелудочкой, вы видите, через 6 месяцев никакого изменения в размерах левожелудочка после стимуляции, блуждающий нерв по сравнению с контрольной группой, то есть, опять-таки, такое же заключение. Может быть, конечно, потому, что это короткий период наблюдения, но я считаю справедливо заявить, что стимуляция блаждающего нерва пресса дала такие не очень обнадеживающие результаты. Несколько слов о трансплантации, конечно, вы знаете, что отторжение сердца это основная проблема в трансплантации. Я хочу поговорить об этом интересном исследовании, где использую новый биомаркер микро-РНК, и здесь удалось показать, что уровень циркуляции микро-РНК позволяет идентифицировать отторжение трансплантата. Это очень активное исследование в этой области, но если удастся показать на более крупном исследовании значимость этого маркера, это позволит избежать повторной биопсии миокарда у пациентов с трансплантатом, который сейчас, к сожалению, достается нашим пациентам. Я хотела бы заключить презентацию и рекомендации по диагнозу и лечению гипертрофической кардиомиопатии ГМ. Здесь секция по миокардиальным и перекардиальным заболеваниям. Это известное заболевание. Рекомендации экспертами даны, потому что у нас слишком мало клин исследований проведено, но я считаю, одной из заслуг этих новых рекомендаций в том, что комитет очень замечательную схему создал для имплантации КД у таких пациентов, и вот здесь в этой таблице вы видите некий алгоритм, который вы можете загрузить на ваш смартфон, потому что расчеты все очень непростые, все критерии использовались и были валидированы в этой модели. Здесь возраст, семейный анамнез, внезапно сердечная смерть, не объясняя синкопы, снижение градиента левого желудочка, толщина стенки левого желудочка, расширение левого предсердия и наличие нестойкой тахикардии левого желудочка. Я полагаю, основное в этих рекомендациях следующее. Рекомендуется рассматривать имплантацию в первичной профилактике, я вообще не говорю о вторичной профилактике, где показания все попроще. У пациентов с высоким риском, высокий риск определяется пятилетним риском внезапной сердечной смерти превышающей 6%. Рекомендации не рекомендуют у пациентов с резком внезапной смерти менее 4%. Есть серая зона, где рассматриваются в случае индивидуально по имплантации кардиовертора и дефибриллятора. Вы можете ознакомиться с информацией более подробно на веб-сайте, кармановерсия, а также программа, которую вы можете закачать в ваш айпэд или айфон и все детали здесь вы увидите. Большое спасибо! Спасибо!